Добрый вечер! Представляем подборку эксклюзивных новостей от Казинфо. Собственный корреспондент информагентства в Турции Абжигачу Кубаев пишет, что в 11 провинциях страны, в прошлом году пострадавших от сильного землетрясения, строительство ведется на протяжении года. В некоторых городах построены целые районы с четырех-пятиэтажными домами и одноэтажными коттеджами. Власти планируют обеспечить жильем всех граждан, которые на правах собственности ранее имели жилье. Помимо господдержки предусмотрена коммерческая программа по приобретению жилья в рассрочку на 18 лет. Правда, не все пострадавшие смогут заселиться в новое жилье, поскольку необходимо предоставить соответствующие документы и пройти жеребьевку на получение заветной квартиры. Фермеры Греции намерены 20 февраля провести по всей стране крупную акцию протеста, сообщает собственный корреспондент Казинформ Арнур Рахимбеков. Причем градус накала не был снижен даже после переговоров представителей фермеров с премьер-министром страны. Он заявил о своей открытости к диалогу, при этом предупредил, что финансовые возможности Кабмина ограничены. Фермеры же угрожают перекрыть дороги по всей стране, а в следующий вторник намерены отправиться в Афины на трактор. Правительство страны обещало рассмотреть возможность снижения счетов за электроэнергии для фермеров в течение 10 лет, а также понижение ставки НДС на удобрения и корма. Но эти дополнительные меры протестующих не воодушевили. Редакция Казинформ попросила Акимат Астаны предоставить подробную информацию об освоении 42 миллиардов тенге, затраченных на строительство третьей станции откачки и фильтрации воды в жилом комплексе «Интернациональный». Летом прошлого года жители Астаны почувствовали нехватку воды и в эксплуатацию была введена третья насосно-фильтровая станция. После этого объект посетили депутаты Можилис. Они рассказали, что генподрядчиком проекта стала компания КАС-стройсервис. Процитируем фрагмент из ответа столичного Акимата. Разработчиком проекта является ТО «Стройтехмастер» – генеральным подрядчиком АО «КАС-стройсервис». Стоимость проекта зависит от многих факторов. В связи с наличием в них сведений, относящихся к государственным тайнам, предоставление технико-экономического обоснования и проектно-смертной документации невозможно. Полная версия материалов на inform.kz, также вся аналитика, события страны и мера доступны в мобильном приложении Казинформ, в App Store и Google Play. Продолжение следует...